Альфред Грибер Авторский курс уроки практического иврита Урок номер девять Вопросительное слово «Что?» Урок ведёт Альфред Грибер Вопросительное слово со значением «Что?» может быть выражено в вопросительном местоимении «Ма» со значениями «Что?», «Какой?», «Как?» Оно указывает на недушелённые объекты мужского и женского рода единственного и множественного числа. Например, «Ма-аша», который час, «Ма-аша», «Ма-ганезык» Сколько это стоит? Во сколько это обойдётся? «Ма-ганезык» Существительное мужского рода единственного числа «незык» имеет значение «ущерб», «убыток», «вред», «незык». «Ма-ганезык», «Ма-там», «какой смысл?» «Ма-там», существительное мужского рода единственного числа «там» имеет значение «смысл», «в смысле пользы», «толк», «вкус», «мотив» в смысле «причина», «ударение», «там», «ма-там», «ма-перуш», «что» это значит, «ма-перуш». Существительное мужского рода единственного числа «перуш» имеет значение «комментарий», «толкование», «смысл», «значение», «разъяснение», «перуш». Буква «юд» пишется, но не читается, так как служит символическим знаком для звука «э». «Перуш», «ма-перуш». Если спрашивающий не знает род какого-либо предмета или явления, то в своем вопросе он употребляет указательное местоимение «зе». «Ма-зе», «что» это? «Ма-зе». В ответе на данный вопрос употребляется одно из указательных местоимений «зе», «зот», «зо» или «эле» в зависимости от рода конкретного предмета, явления или события. Например, «зе сэфер» – это книга, «зе сэфер». Существительное мужского рода единственного числа «сэфер» имеет значение «книга», как печатное издание, «сэфер». «Зот сапа» – это диван, «зот сапа». Существительное женского рода единственного числа «сапа» имеет значение «диван», «тахта», «софа». «Сапа», «сапа», «зот сапа». «Эле мешкафаем» – это очки, «эле мешкафаем». Существительное мужского рода вдвойственного числа «мешкафаем» имеет значение «очки», «мешкафаем». Двойственное число свойственно в еврейте только названием предметов, которые состоят из двух частей, названием парных предметов, явлений, органов и частей тела. Двойственное число имеет одно единственное окончание «айм» – «мешкафаем». «Эле мешкафаем». Вопросительное местоимение «ма» присутствует во многих устойчивых выражениях и оборотах речи. Вот некоторые из них. «Ма ешь» – в чём дело, а что такое? «Ма ешь» – слово «ешь» имеет значение «есть», в смысле «существует», «имеется». «Ешь». «Ма ешь». «Ма питом». «Чего вдруг? С какой стати?» «Ма питом». Слово «питом» имеет значение «внезапно». «Питом». В середине слова, после согласного звука, произнесение буквы «алф» аналогично произнесению твёрдого знака в русской речи. «Питом». «Ма питом». «Азма». «Азма». «Ну и что?» «Азма». Слово «аз» имеет значение «тогда», в смысле «в то время». «Так», «то», «аз». «Азма». «Ма быхах». «Ма быхах». «Что же тут такого?» «Ма быхах». «Ма быхах». Слово «быхах» имеет значение «тем самым». «Быхах». «Ма быхах». Маза хашув. Что это важно? Маза хашув. Прилагательное мужского рода единственного числа хашув имеет значение важный, считающийся, важно. Хашув. Маза хашув. Маза мэшанэ. Какое это имеет значение? Маза мэшанэ. Маза шаях. Какое это имеет сюда отношение? Причем это тут? Маза шаях. Маза аэсэкшелха. Какое твое дело? Что ты вмешиваешься? Маза аэсэкшелха. Существительное мужского рода единственного числа эсэк имеет значение дело, предприятие, бизнес, эсэк. Маза аэсэкшелха. Маза аэсэкшелха. Маза аэсэкшелха. Продолжение следует...